Мы все стали в каком-то смысле одиночками, такими эгоцентриками. Это обусловлено множеством факторов. Это обусловлено, значит, ну вообще в принципе идеологией, потому что у нас сейчас идеология такая, поощряющая отдельную личность, ее интересы, ее мнения, ее там и так далее. Хорошие, мне нравится. Вот, каждый имеет право, так сказать, на свою собственную жизнь. Хорошая идея, почему нет? Дальше сама жизнь в экономическом плане, в бытовом плане и так далее. Раньше люди вместе жили, потому что, я помню очереди, в рыбной очереди и в молоко. Один в рыбную стоит, другой в молоко. И все заняты, как на охоте. Раньше поход в магазин был похожий на охоту. Все походят, пособирают, принесут в дом молоко, рыбу, мясо. Мяса не было, костей. Кто-то куртожки купил, кто-то не совсем гнилой. Все уже, понимаете, дом коромыслов. То есть, условно говоря, распределен был функционал. Каждый понимал, кто он за что отвечает, каковы его действия и так далее. И таким образом другие люди были нужны. Кроме того, каждый из них где-то работал. Соответственно, можно было что-нибудь с завода принести или с работы с другой какой-нибудь. Так же жизнь была-то веселая. И я иронизирую, потому что, конечно, ничего хорошего в этом нет. Но правда состоит в том, что люди были друг другу нужны. Сейчас человеку нужен айфон. Ну или просто самсунг. Им нужен смартфон. Вот я нашел название. Человеку, потому что здесь все есть. В смартфоне, понимаете. Есть любые развлечения, общения, услуги любые, знакомства даже есть. Что там еще есть? Можно заказать себе еду. Понимаете? Раз, и оно вам приедет. Не надо бегать. И вот это все. И удобно. Раньше вот один телевизор стоит. Там, правда, и каналов-то было три. Поэтому не так драматично. Но сейчас все хотят одно смотреть. Даже вот это вот. Заведите семейство. Бабушки, дедушки, поживите в одной комнате. Какой телевизор вы будете смотреть? Бабушка хочет это. Дедушка хочет вот это. Муж хочет это. Жена хочет это. А детям, понимаешь, подавай третье. Сейчас у каждого свое отдельное устройство. Можно рассосаться. И каждый занимается потреблением контента. Это я к чему говорю? Что раньше с людьми, с другими жить было нужно. Понимаете? Как холод, они вместе соберутся и греют друг друга. Они, конечно, покалываются. У Шопенгауэра есть такой образ. Это дикообразов. Люди, как дикообразы. Им холодно. Они друг к другу пытаются на Северном полюсе дикообразы. Они друг к другу пытаются вместе и колются. И дальше вот у них жизнь такая. Очень напоминалось раньше. Но сейчас можно упростить. Сейчас можно взять и смыться. И понимаете, вот как бы с бытовой точки зрения, с точки зрения развлечений, с точки зрения... Что за носки за кем-то убирать там или еще что-то мыть-то, посуду? Зачем? Это со собой, ладно, я помою. А что за кого нет? Что там деньгами делиться? Раньше бюджет был семейный всегда. Сейчас бюджет даже у семьи. Это моя коробочка. И главное же, раньше ты просто их в квартире негде спрятать. Я вам серьезно говорю. А тут у каждого там копилочка в баночке своем, свой счет и так далее. Понимаете, вообще... И вот в результате получается, что мы настроены не просто, чтобы отношения с одним человеком построить. Мы настроены на то, чтобы вообще в социальной группе жить, в семье. Так мы биологически. Иначе мы чувствуем себя одинокими. Иначе нам не хватает вот этого коммуникации, взаимодействия и так далее. А с другой стороны, нам есть возможность жить без всех. А другие люди, а не все. Даже любимые, это же не... Ну, любимые люди, это хорошо. Но когда их много, когда у них проблемы. Когда, значит, дети говорят, ты со мной поиграй. Значит, родители говорят, ты нам внимание удели. Или там еще что-то сделай. Муж говорит, ты там это. Она говорит, ты там все. Есть желание спрятаться в свой собственный какой-то мир. И современная цивилизация, кроме идеологии такой индивидуалистической, будем прямо говорить эгоцентристской, говорит, и условия можем тебе создать, и тебе даже будет комфортнее без других. Жизнь соло такая книжка есть. И я здесь как бы не иронизирую, потому что невероятный рост одиночек по всему миру. Особенно в Японии очень много, просто страх. В Америке, по-моему, там что-то на последние пять лет на 30% выросло количество людей, которые одни живут. У нас со статистикой, вы знаете как? Но точно тоже тенденция такая. Изолироваться, жить подальше. И вот представляете, получается, что мы, значит, все предрасполагает к тому, чтобы мы расползлись. А душа хочет не просто одного человека, хочет движуху социальную. Понимаете? Почему на вечеринках весело? Понимаете? Ну, на вечеринках. Ходили-то, нет? На вечеринках там, да-да-да, там все, движуха. Там люди, они как-то все реагируют. Ты что-то сказал, они там все. И по-разному реагируют. Ну, так это дает объем переживаний. Так в семье раньше было. Ты приходишь в квартиру, и там все шум, вот это все шум. Сейчас приходит тихо, хорошо. Собака лает. Да, это сейчас и собаку люди не забудут, понимаете? Потому что раньше собаку было забудешь, все равно кто-то в дом будет. Не ты погуляешь, так бабушка, не бабушка, так мама, не мама, так дедушка, так понимаете? Все разберутся. А сейчас что-то, знаешь, что-то сдохнет. Вот, да. Это я вам рассказываю. Теперь представьте. Это же разрыв, разрыв башки. Вот. И дальше начинается самое худшее. Самое худшее. Мы уходим в мир грез и фантазий. То есть, что такое грез и фантазий? Это Голливуд. Голливуд – это такое хорошее кино, где вот это вот, как это, слюни, сопли и прочее наслаждение. Вот. Пути-путишь, пути-пути. Одного нас всю жизнь нашли, в диафрагму поцеловались. Ну, в диафрагму – это не в смысле, что диафрагма есть в организме. А там раньше такое кино было, оно так в конце сворачивалось, и главные герои целовались в диафрагму. То есть, они стояли, а круг такой сжимался. Вот. Такой финал, типа, счастья. В сказках русских было. И сейчас уже сказки не модны, Голливуд моднее. В сказках тоже было все. И вот они поженились, я на той свадьбе был, пиво пил. И дальше начинается худшее. Начинаются грезы. Значит, грезы об идеальном партнере. Что такое грезы об идеальном партнере? Это все наши нажитые комплексы, переживания, психологические заморочки, которые мы надеемся решить с помощью другого человека. И чем вы замороченней, то есть, чем больше у вас тревог, неуверенности в себе, раздражительности какой-то, что вас больше стрессует и так далее, тем партнер, которого вы ждете, он должен быть фантастичней. Мои, если вы здоровы, как коровы. Вот если вы здоровы, у вас все вообще, вы психически устойчивы. Вам с любым забавно. Потому что вас это не стрессует, не напрягает. Вам даже весело. Вот какой. Сразу как динамика. И даже если совсем нормальный, то скучно. Понимаете? Хочется так, чтобы был. А мой с прибабахом-то. Вот все. Сразу весело так сказать. Это возникает в случае, если вы здоровы, психологически. А психологическое здоровье откуда берется? Если мы состоим в тех самых гармоничных отношениях. Гармоничных не в смысле, что они очень хорошие, а в том, что они адекватные нашей психике. То есть есть пять человек, плюс-минус, так сказать, еще, с которыми вы живете вот это вот, так сказать, в вашей стае, так сказать, в вашей ячейке. Вы там живете, и вы чувствуете себя нормально. Но так не идеально. Идеального не бывает. Если кто-то собрался идеально, вы сразу просто закрываете это все. Вот возьмите, все, вот это выкиньте, и больше не показываете. Идеально не будет никогда. Не бывает. Если кто-то видел, расскажите мне. Я очень мне интересно. Значит, идеально никогда не бывает. Ну, бывает все так вот. Но бывает неплохо. Это неплохо, по нашему времени уже просто блеск. И вот, значит, если у вас там толпа, то в целом вам неплохо. Ну, так, здесь поругались, здесь вас пожалели, там вы, значит, кому-то что-то сказали, тут вам ответили, понимаете, тут вам сказали, подставили плечо, там вам, понимаете, и все. Как вот раньше-то поругается кто-нибудь, жена, там пошел с тестем, он говорит, ну, слушай, ну ты, ты, тряпнем-то по 100 грамм, и все хорошо, и все, у них, понимаете, началось здоровье психическое. Вот. Так вот. А у нас этого здоровья-то нету. Мы превращаемся в психов и ждем чудесных существ, которые придут и вот комплементарно всему нашему неврозу, нашей эгоцентричности, нашей зацикленности на себе, нашему вот тревоге, нашему всяким разным неуверенностям, нашему такому представлению, что мы подарок. Никто из нас не подарок. Мы так, подарок, мы так в коробке, если напомагить вот это все, банты навести, так сказать, подвести, вот подарок. Но коробку открывают, понимаете. И когда открывают коробку, мы с вами, конечно, так сказать, имеем нюансы, вот. И, значит, вот, соответственно, возникает бесконечные требования, ожидания. Не то, что вы ходите, там, требования, там, чтобы не пил, не курил, цветы всегда дарил, вот. Зарплату отдавал, тещу маму называл. Так, представляете, раньше песни такие пели. Да, но неважно. Требований. Вы же не осознаете собственных требований. Почему вы их не осознаете? Потому что именно они исходят из того, что у вас, как у каждого. Вы не думайте, что вы, что я говорю, что вы про кого-то конкретно. У нас тут уже тысяч несколько человек сидит, я про каждого говорю. Вот поверьте, про каждого. Значит, у нас у всех есть вот эта психическая какая-то особенность вне самого хорошего порядка и вида, и качества. И, соответственно, ожидание партнера – это то, что если вы тревожный, какой должен быть партнер, который вас может во всем защищать, на который вы можете положиться. Если вы не уверены в себе, вам какой нужен партнер, который будет говорить, «Боже, Боже, вот красота!» Если вы такой человек очень деятельный, вам какой нужен партнер? Который точно так же с вами вскачет, понимаешь, вскачет, побежит куда-то. Если вы такой вот, ну, это, вам какой нужен, который тоже с вами, так сказать, это все, вы и все. То есть, вот, условно говоря, из того, какие у нас тараканы живут, мы хотим тараканов, вот ключ есть и замок. И вот степень тараканов в замке должна быть адекватной степенью. И, конечно, такого человека найти невозможно. Особенно сейчас, когда все думают, прежде всего, об удовлетворении собственных потребностей. Улавливаете? Когда все думают про то, что мне должны сделать так, чтобы было офигенно. Вот вы сколько раз всякие разные пытались отношения сделать. даже если в букетно-конфетном периоде все распрекрасно, то потом такие от вас ожидания, сякие от вас ожидания, то, все, пятое и десятое. И вы вроде бы и рады, но думаете, а ну, понимаете? А почему я должен? А почему я должна? А почему не учитывает мои интересы? А почему наплевать на то, что для меня важно? Понимаете? И все, 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 и все расклеивается. Улавливаете драматургию. Значит, соответственно, мы прежде всего должны понять, с чем мы в себе имеем дело. Потому что приносить в отношения свой невроз, свои неоправданные ожидания, свои какие-то комплексы, это что значит? Это изначально эти отношения делают бог знает какими.